можно сказать это второй сезон работа в сочи жизнь машине в общем два месяца не было меня в сочи я уезжал улетал к себе сыктывкар машинка стояла здесь на парковке около магазина конечно я волнуюсь сейчас ну что машинка это моя работа мой дом чем это первые километры этого сезона вот такие объявления попадаются вот аэропорта до машины эти 5 километров вот решил прогуляться ну как бы начинать уже изучать как бы город потому что я подхожу к парковке главное чтобы у вас вообще был здесь офигеть два месяца мы не виделись а нифига себе сиденье какое пыльное его надо будет сейчас протереть честно говоря я снова хочу тот день когда я отсюда уезжал в мае собирался и ехал сыктывкар потому что чё-то я отвык от такой жизни чтобы жить в машине сейчас то есть вот эти два месяца реально меня просто расслабили вот это я сейчас вообще не хочу ну а сейчас просто нужно будет это сделать залезть в машину лечь спать потому что спать я хочу короче вот разница между жарой и холодом когда холодно хочется наоборот зайти в машину укутаться и лежать греться когда жара хочется выпрыгнуть из этой машины потому что тут еще жарче чем на улице я так понимаю что спать мне недолго осталось время где-то около трех солнце встает примерно в шесть и как только она встанет будет тут вообще пекло находиться тут невозможно будет вообще приоткрыл окно и вообще приоткрыл дверь не знаю может быть да на улице немножко прохладнее чем машине ну нафиг так невозможно спать при малейшем шорохе на улице кажется что кто-то подходит к двери вот и сразу вздрагиваешь просыпаешься в общем повезло сейчас десять часов и солнце было за облаками до 10 но вот сейчас вот облака убежали и солнце стало светить прямо на кровать короче жара жара здесь как в теплице поэтому вылезаю по быстренькому так ну вот еще машинку покажу днем в общем все в порядке с ней после двух месяцев домашней жизни вообще тяжело привыкать вот к такому странничеству короче вот это вот хиники это арахис это вода нужно на пару дней съездить в туапсе зал палатку причем у меня обычно было так куда-нибудь я схожу в поход на два-три дня потом посижу дома недельку-две и все хочется сразу опять куда-то бежать какой-то поход какие-то тяжелые условия но сейчас после полгода жизни в сочи в машине вот после этой зимовки я два месяца сидел дома мне вообще еще никуда не хочется этот этап уже поехал ну потому что надо уже все ну как бы деньги заканчиваться надо ехать на работу всем привет сегодня я уже здесь третий день прошла вторая ночь она была спокойная вот все дела которые нужно было мне сделать в этой местности я сделал его хочу показать по поводу еды которую я с с собой взял то есть я сюда день добирался вчера я был здесь целый день и сегодня вот уже десять часов утра ну то есть полдня почти прошло вот еды я взял с собой вот такую это значит триста тридцать пять грамм арахиса и лоток фиников но фиников съел наверное две трети вот это все что я ем за эти два с половиной дня вот вода у меня была с собой вот это вот это мне дали воду вот потому что магазинов здесь нет здесь ближайший населенный пункт отсюда примерно пять километров наверху идет трасса но никаких магазинов нет вот поэтому если нужно будет вылазку какую-то делать там на несколько дней то вот это вот еда арахис там ну какие-то сушеные фрукты они могут выручить и вполне можно с ними спокойно продержаться сейчас правда еще жара кушать не так сильно охота но если будет конечно холодная погода нужно будет другой рацион вернулся я в сочи обратно но я в адлер после туапсе вот принципе можно подавать объявления и начинать работать но одна фишка такая я когда выезжал вроде бы как оставлял здесь водительское удостоверение и свидетельство о регистрации тачки птс я забирал с собой вот я прям так был уверен дома я смотрел действительно документов у меня в сумке которые документы нет и я приехал сюда и не могу найти где мои в у и свидетельство вот сейчас вот перерываю коробки все куда я мог положить так что сам даже не могу на тем вот прошло еще два дня после того как я приехал я до сих пор еще не соскучился как по сочи не за может быть не совсем то погода вот я погода которая сейчас в сочи она она мешает работать сейчас и вообще жить здесь находиться очень жарко очень как-то душно даже ночью вот тем более живу в машине это какая-то жесть я сейчас переворачивал машину звонил домой ну по поводу того переворачивал вещи все в машине где же мои водительское удостоверение свидетельство звонил домой думаю посмотрите еще раз где-то в сумках с которыми я приезжал нет нифига и я вспоминаю я когда приехал я регистрировался на бирже криптовалютной когда я загружал свои 90 тысяч это было это было там сактывкаре дома и я сижу у меня вот в руках вот это вот документ и я отправляю фото на эту биржу ну для того чтобы пройти верификацию про и прочее то есть я их туда увез оказывается поэтому их здесь нет и но я не могу вспомнить почему я не могу вспомнить куда я в машину мог их так положить что найти не могу все пол дела сделано документы дома да их надо еще дома найти ну и плюс еще пересылка сюда то есть пару деньков придется стоять на месте я же приехал сюда с четырьмя тысячами рублей туда-сюда на туапсе у меня ушло тысяча рублей в кармане осталось примерно около трех тысяч рублей то есть я без документов с тремя тысячами рублей сейчас вот по минимуму закупился короче вязать на лук потому что буду заваривать роллтон решил взять подороже роллтон за 24.99 там можно было за 8 рублей взять ну не роллтон от какую же вермишель вот на 64 рубля закупился в общем чё я же планировал приеду и работать сразу пойду вот поэтому с этими документами сейчас не знаю сколько дней тут буду сидеть из-за того что документы забыл ну и вообще забыл про них что оказывается я с собой брал как это ничего в элитных роллтонах нет упаковки с маслом почему-то только нашел вот две вот такая вот приправа и с зеленью ну и вообще лук и витамину надо вот это вот все потреблять поэтому беру зимой когда ты греешь пищу ты греешь салон обогреваешь и тут становится жар ну как бы тепло да а сейчас когда на улице и так тепло у меня открыта дверь сейчас сегодня 9 августа это а для то в салоне становится еще жарче поэтому я взял этот баллон уже и с кружкой ну грел кружку уже там на улице вот по поводу акции сейчас у меня так нефть она плюс 0 75 держу я ее уже наверное недели две и ммк у меня минус 755 сейчас тоже где-то недели две наверное держу и я же в конце мая покупал крипту на 90 тысяч рублей на все свои свободные деньги которые мне остались от дохода за май и все два месяца я был в минусе баланс держался у меня на уровне примерно там 900 950 тысяч долларов но это можно видеть даже по графикам если взять допустим эфириум за год вот я его покупал 31 по моему я покупал мая он был 2 700 сейчас три стоя вот эфирю поднялся если посмотреть ада кардана ада то он упал и пока что вот не достиг того значения когда я покупал вот по акциям я же выводил тридцатку вот сейчас баланс по акции у меня 111 тысяч 30 я выводил на жизнь и на билеты чтобы сюда прилететь вот как бы мне не пришлось обратно туда лететь так как документов нет и сейчас мне написали что документы так и не нашли еще может быть мне туда придется ехать их искать но это заварился роллтон с лучком сейчас попробую обалденно после тех двух дней когда я ел арахис и финики с водой вот это вот уже как будто домашняя еда сейчас кстати с первой зарплата уже есть что купить видите трещина на ботинке и подошва разваливается с первого заказа приобрести обувь еще в общем от жары спасение вот такое дверь приоткрыта сейчас у меня здесь мне висит ткань то на свисает чтобы закрывала немножко салон дверь приоткрыта и на мне кусок ткани я его полил водой короче документы пока дома найти не могут я хрен знает где они причем интересно что я ведь 30 или 31 мая сам сидел с документами и фотографировался вот и все это время два месяца был сыктывкаре смысле о том что я их оставил машине потому что когда я собирался в сыктывкар я думал что оставлю в машине документы чё я буду их с собой возить так как если я их там забуду в сыктывкаре то чем не тут без документов делать поэтому оставлю и видимо не оставил документы забрал с собой вот там я фоткался куда-то опять положил и вспомнил ту мысль о которой я сейчас говорил что оставлю в машине с этой мыслью жил вот где документы от машины там и страховка скорее всего непонятно в общем документы пока не найдены делать ничего все равно подаю объявление на авито в общем без денег сидеть тут все равно нереально будет потому что нужно все-таки как-то двигаться в сторону автокемпинга все фотки те же оставил которые были в прошлом сезоне тысяча рублей выполнил работы по электрике в доме квартире образование выше 11 лет все так и оставил расчет по времени 1000 рублей час так и было устроение исправности в течение часа 2 тысячи тире 2 . черновая 200 рублей чистовая 700 тысяч сегодня сходил на пляж искупался вот и по документам значит если они не будут найдены буду наверно кататься до первого штрафа а потом нужно будет скорее всего ехать сыктывкары как-то восстанавливать эти доки сегодня хотел покупаться на набережную в аддере вот посмотрел что там да как там замечательно есть куда тратить деньги если они есть вот сейчас залу такой вот хлебушек и взял ряженку блин давно не пил ряженку вкуснейшая вещь вот ну и буду кушать это все ужинать с арахисом вот один из способов как спасаюсь от жары значит рубашку только что постирал вот она еще влажная я сразу надеваю ее на себя ну все ко сну готов рубашечка такая влажная прохладная нормально хотя сейчас прошел еще дождь вот он как бы сбил температуру на улице и в машине сейчас комфортно короче какая-то жизнь тут произошла заводил вазик не с первого раза завелся итоге смотрю воняет бензом бенз снизу течет просто ручьем охренеть 6 какая-то машинка постояла два месяца на улице вот это жесть так ладно сейчас буду смотреть что там так в общем этом посмотрел одна трубка сырая но до нее что-то я не могу добраться вот вытекло столько вот бензина как будто он даже с маслом какой-то он такой не равномерного цвета где-то темнее где-то такой желтыми пятнами с коричневым вот короче вот за вот этой вот штукой там есть трубка и она сырая вот как до нее добраться я не понимаю где-то вот там где-то он сырой там вот он виден что то что я на нем доехал с сактовкара до сочи это просто великое везение в общем до шланчика там не могу добраться но там самом углу вот поэтому нужен будет знаю эвакуатор сейчас пойду на 100 схожу тут рядышком 100 стоит он люди уже вокруг ходят смотрят что это там бензином воняет в общем этот сезон что-то сразу с приключениями документы потерял не могу найти еще и уазик тут проблемы какие-то создает так ко мне эти отсюда отходить сейчас нельзя потому что вот этот бензин который налил сюда он уже вот сюда утек то есть просто кто-то будет курить king кинет сигаретку случайно да ведь она все загорится поэтому буду стоять и ждать пока более-менее все это просохнет такой цвет еще странный как будто вот с маслом он смешан такой коричневый здесь вот светлый а здесь коричневый нет маслянистая какая-то штука бензин с маслом что ли течет вот так вот работают знаки вселенной то есть череда событий сначала потерял документы до сих пор не могу найти потом оказывается что машина то неисправно вот поэтому получается если бы у меня были документы то я бы сел и поехал и где то вот так вот бы стрел заглох бы и больше бы не тронулся с места потеря документов как сейчас произошло в этом случае даже лучше деньги сейчас понадобятся те две с половиной тысячи которые у меня на карте их не хватит скорее всего на ремонт уаза на тур на эвакуатор вот плюс неизвестно вообще сколько станет ремонт действительно ли там просто шланчик вот поэтому 1000 на 30 сейчас буду выводить вот у меня тот нефть сделка в плюсе плюс 1134 наверно всю тот нефть я продам так вот тот нефть я продал остались у меня акции ммк тут еще крипто у меня подрастает вот все два месяца я ее покупаю в конце мая потом крипто пошла вниз и все два месяца было внизу сейчас в течение недели счет поднялся до 1322 доллара вот тащит и эфириум тащит хорошо поднялся а да тоже тащит 179 уже додж коэн тоже слегка поднялся поэтому как только крипто поднимется до 10 тысяч долларов уазик можно будет просто здесь оставлять и улетать обратно в сыктывкар покупать другую машину сейчас в общем запариваю себе овсянку и думаю ладно пока высыхает бензин на асфальте поем думаю разогрею овсянку в суду не наверное никакого огня пока вот это лужина на асфальте не высохнет это просто какое-то волшебство вот это реально вот знаком надо следовать сейчас вот я только что проговорил что вот это вот вытек бензин что у меня сначала я не могу найти документы потом меня вытек бензин и как бы это но одно к другому да сейчас я понял что нужно ремонтировать машину мне звонят с дома и говорят нашли документы в куртке в моей в зимней причем я не могу вспомнить что я бы туда их ложил но я помню что мы ездили на пострелушки вот где-то в начале июня в июне где-то и я надевал видимо эту куртку и брал с собой на всякий случай документы чтобы как второй водитель потому что ехать там около двух часов нужно было вот такие вот события впереди у нас чего эвакуатор впереди у нас 100 и и надеюсь криптовалютный кошелек который подрастет к этому времени ну тысяч до трех долларов ну чё ребята жизнь налаживается значит вышел тут сосед и говорит что-то бензином воняет я говорю да вот у меня проблема он говорит так давай вот горит с этой лужи сейчас вот это вот все прольем вот пролили мы с ним этими баночками тут короче вот делать бензин был вот сейчас он говорит а чё течет он как бы этот шарит немножко в технике вот вся горит посмотрим может быть здесь и сделаем никуда не надо будет тебе ехать от фильтра идет сам вон там в углу трубка будет становись сюда коленкой становись засовываю руку вот вот сюда вот в угол и там самом конце мотора нащупаешь трубку которая будет лучше правую руку сувать но я понял где она подошел так вот снял значит шланг топливный он весь покоцан и вот здесь вот дырка отсюда течет покупать новый шланг заменю и вроде как должно все заработать ну вот новый шланг едва хамочка но короче сейчас подъем настроения печалится больше не о чем машина делается криптовалюта растет документы на машину нашлись все в порядке все трубку я там поставил значит сейчас нужно будет получается прогнать бензин в систему потому что трубки то были пустые сейчас вот несколько раз наверно зажигание дерну туда-сюда так ну и сразу смотрим вниз ничего не течет до этого когда я включал зажигание работал бензонасос теплый бензин там как будто самолет взлетает звуки такие ну я надую думаю можно запускать уж вау фантастика нормально главное чтоб сейчас бензина вообще хватило на вот эту тестовую на тестовый запуск все нормально ничего не течет все в порядке потому что бензина очень много вылилось и по датчику там уже он на самом минимуме он его там уже почти нет ночью надо будет съездить на заправку ну потому что сейчас пробки вся эта фигня короче хотел отблагодарить соседа игоря то что он мне помог деньгами так как я денег сейчас дофига сэкономил он мне помог и часть денег как бы я хотел ему как бы ему дать они станции техобслуживания а горит нифига я работал водителем водитель водитель и всегда помогает я говорю чем тебя отблагодарить он мне говорит бутылку пива полторашку мне возьми что сейчас возьму игорю пиво и закуски какой нибудь так ну чё звонков по работе пока нет вчера объявление подал вот и еще еще нет еще документов поэтому ехать все равно я никуда не могу поэтому иду купаться ну вот жизни работа в сочи должна быть вот такая днем поработал а вечером на пляж но я правда еще не работал пока еще сразу на пляж перескочил один этапчик смотри как замечательно так купил значит акции и скачи это институт стволовых клеток человека они очень хорошо растут и их надо было купить раньше но почему-то раньше не получалось вот короче купил их на 32 тысячи посмотрим что из этого выйдет вот так вот должно быть короче пока я купался я сейчас на пляже по и скачи 1128 рублей вот это нормально покупался вышел из моря у тебя косарь на счету смотрим дальше сейчас хочу посмотреть что там по и скачем потому что мне пришло уведомление что цена акции поднялась до 90 рублей а покупал я вчера ее на пляже когда сидел по 80 рублей сколько-то там копеек плюс 3 500 и чисто вы вытащила все и скачи ммк как был в минусе там пару десятков рублей так и осталось и скачи за меньше чем за сутки плюс 10 процентов и что делать до дальше продавать или держать вот это конечно вопрос надо продать потому что я просто зашел купил так наугад продал по восемьдесят девять тридцать восемьдесят девять тридцать одна пока дела нормально